Компания «Газпром Трансганз Томск», филиал которой находится в Комсомольске-на-Амуре, завершила подготовку оборудования к зиме. Чтобы потребители Хабаровского края Приморья не испытывали недостатка в голубом топливе, в регионе ведется строительство второй очереди газопровода. Инна Монина с подробностями. В главной диспетчерской на мониторах все данные о состоянии одного из ключевых объектов восточной газовой программы магистрального газопровода «Сахалин-Хабаровск-Владивосток». А это более 1800 километров труб высокого давления. Зима – это такое время, когда недопустимо прерывать транспортировку газа, потому что мы обеспечиваем прежде всего объекты энергетики. «Сахалинский газ» подается на пять ТЭЦ в Хабаровске и Владивостоке. Также компания «Газпром Трансгаз Томск» обслуживает семь газораспределительных станций в Хабаровском крае и две ГРС в Приморье. Мы провели комплекс работ по ремонту запорно-регулирующей арматуры на газопроводе-отводе ГРС «Эльбан» и на самом ГРС «Эльбан». Мы зиму уверенно, спокойно, качественно, надежно отработаем. Системы телемеханики и связи, расположенные вдоль трассы в тайге, обеспечивают контроль магистрального газопровода. Даже в труднодоступных местах оборудование надежно обеспечено электроэнергией. Были проведены работы по ремонту и наладке оборудования автономных источников электроэнергии, которые используются для обеспечения электроснабжением оборудования, осуществляющего мониторинг и контроль. В рамках восточной газовой программы строится вторая очередь магистрального газопровода, которая увеличит его пропускную способность практически втрое. В зоне ответственности нашего участка и Амурского ЛПУ дополнительно еще появятся 15 линейных крановых узлов, два узла подключения компрессорных станций, подводный переход через реку Гур. Сдача нового участка газопровода намечена на конец следующего года. Это даст импульс в том числе для развития программы газификации поселков Хабаровского края. Инна Мунина, Александр Горелов, Вести, Хабаровск.